В этом году Рождественская ярмарка переедет на Георгиевскую улицу. Владимирская пешеходка станет одним из центров развлекательной программы, которая продлится все праздничные дни. Открытие ярмарки назначено на 27 декабря. Сохранили все, что было. Также, значит, установлено 21 шале будет на Георгиевской. Сохранили, как было на площади Победы, 4 шале. И, значит, все, что было, мы постарались все сохранить. Просто поменяли локацию. И на наш взгляд, что она будет неплохая, она будет сказочная, уютная, как говорил Наталью Юль. Центральная сценическая площадка ярмарки и торговые ряды разместятся на Шалопаевке рядом с бронзовой фигурой одноименного героя. Именно тут исторически с доверилиционных времен находится один из городских рынков. Также на Георгиевской исконно русские развлечения совместят с европейскими аттракционами. Сейчас на променаде на Георгиевской мы как раз связали вот эту уже европизацию Петровского времени с такой еще купеческой уездной Руссией. Мы увидим там уже европейские любимые несколько сотен лет жителям Европы и России карусели в таком парижском стиле. Город уже начали украшать к празднику. Сквере Чайковского установили рояль и световой гирлянд. На склоне вдоль улицы Добросельской красочные лампы превратят деревья в добрый лес. Высота лепестков будет достигать двух с половиной метров. Большую часть арт-объектов не будут демонтировать после Нового года. На основных площадях уже, как говорилось, у нас появились наши городские ели-красавицы. Звездное небо у нас засияло на Большой Московской и на улице Георгиевской, которая, кстати, является одной из визитных карточек нашего города. Арт-объекты создали праздничное настроение и добавили света во все уголки города. Праздничные программы пройдут во всех районах города. Неизвестно, будет ли залит каток в парке Пушкина. В мэрии говорят, что подводит погода. 12 января новогодний марафон завершится традиционным забегом Дедов Морозов. Артем Яковенко, Андрей Беляков, Губерния, 33.